Теперь ответственный момент. Холодненькая штучка к носику дотронусь, ты её не бойся. Она просто холодненькая. Специальность Сергея Кривобокова в народе называют «ухо-горло-нос». Он врач-отоларинголог. Свою работу считают очень интересной и нужной, потому что каждый человек хоть раз в жизни, но обращается к таким докторам. Лор-отделение городской больницы кому-то покажется скучным, но для Сергея это место, наполненное событиями и кипучей деятельностью. Он говорит, что в отпуске скучает по рабочим будням. Пациенты любят своего доктора. Он уверен, что хороший врач должен понимать не только телесную, но и душевную боль человека, успокоить его и вселить уверенность в выздоровлении. Лучшая награда для Сергея – это благодарность больных. По к издержкам профессии он относится с юмором. Маленькая зарплата компенсируется маленьким свободным временем. То есть, если денег мало, но тратить их некогда, то это не сильно заметно. Городскую больницу Сергей Кривобоков считает вторым домом и помнит с детства. Не потому, что часто болел. Сюда приводили его родители. Они тоже врачи и часто брали сына с собой на работу. Больничные обеды стали частью неповторимых детских впечатлений. Больничная еда всегда для ребенка интересная кажется. То есть, мама готовит вкусно, а в больнице очень необычно. Вот так и запомнилось это все. Конечно, стать врачом Сергея побудила не больничная еда. Для него стала частью жизни атмосфера ежедневного подвига во имя здоровья людей, в которой он вырос. Надо сказать, что атмосфера очень насыщенная. Я кардиолог, муж у меня онколог. Старший сын – отоларинголог. Младшая дочь у нас врач-кардиолог. Людмила Перепелица – мать Сергея Кривобокова. Она уверена, что ее семья занимается самым нужным и важным делом. Даже спустя столько лет для нее работа не превратилась в рутину. Она искренне переживает за своих пациентов и радуется, когда они выздоравливают. А свою династию считает очень полезной для больных. Я могу, допустим, воспользоваться семейными связями, чтобы кого-то проконсультировать, может быть, или помочь советом. Потому что я тоже невольно становлюсь, допустим, не снатоком, но более, так сказать, информированным человеком в плане онкологии, настороженности онкологической. Могу, допустим, при гипертонической болезни воспользоваться связями с материнскими, пригласить сына на консультацию. В семье Кривобоковых подрастает еще одно поколение – дети Сергея. Они уже мечтают стать врачами, хирургами. Так что в будущем круг консультаций пациентов Людмилы Перепелицы заметно расширится.